Кремлёвский стратег признал огромные потери. Встань и иди, РПЦ поможет избежать новой мобилизации. Россиянок проверят на наличие нижнего белья. Говорит и показывает не Москва, работают все телевышки НАТО. В эфире Белсата, жесточайший вечерний шпиль. Приветствую. Коммунальный коллапс, теракт, наводнение, а теперь потеря урожая пшеницы и яблок. Но никакие знаки свыше не доходят до московского фараона. Рецепторы кремлёвского волтосара настроены только на лесть. Великая страна, великий президент. Другого быть не могло. Есть такое выражение «помазание Божий». Корону не внесли, но после таких слов Винер Стас Михайлов мог бы исполнить «Боже, царя храни». Ну или хотя бы «всё для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны». Но любимец женщин и Путина перешёл на прозу. Вся власть от Бога. Бог с вами. Бог с нашей страной. Бог с нами. А если Бог с нами, кто против нас? Мы с вами. Победа будет за нами. На вручение орденов в Кремль попали не только гимнастка и певец, но и Стивен Сигал. Кушай на здоровье. Это очень полезно. У Путина морковки не было, но, похоже, московская капуста бывшему актёру нравится больше. Тереться возле диктаторов Сигал начал ещё в молодости, в качестве охранника панамского президента Норьеги. Ведь тогда он работал в ЦРУ. А вот глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в Кремль не попал. Зато, похоже, попал в знаменитый дворец Путина в Геленджике. А случился пожар и в Алтайской резиденции российского пересидента, где находится тот самый бункер. Кажется, опять придётся всё перестраивать Анатолий Чайковский. Владимир Владимирович, чем обязан? Григорьевич, напомни, ты кто по образованию? Я? Исторок. А, как же я не догадался, ты ж мастер истории рассказываешь. Ну, я не только в этом шума, фотограф, спортсмен, журналист, специалист широкого профиля. Ну, я же говорю, специалисты... Обижаешь, Владимир Владимирович. Ладно, ты ремонт сделать можешь? Конечно, смогу. А что случилось? Ну, в мой дворец в Геленджике дрон прилетел. Вот, бля... Ну, а я как раз был в душе впечатлений, представляешь? Я так понимаю, душе впечатлений наполнился новыми впечатлениями. Ну, слив надо будет почистить. Во дворце моем слив уже забит, потому что дрон в сене к нам летит. О, хорошее стихотворение получилось. Надо будет себе премию выписать, как выдающемуся поэту. Не смешно, Григорьич. Записал. Что там и что? Ну, там еще взрывом окна повыбивало. Вставим, пи***й тем, кто должен их заменить. Коля, да выключи ты эту дрель уже. Мне вон, закашечка не слышно. А ты что, тоже ремонт делаешь? Ага. А у тебя тоже дрон прилетел? Да нет, ты ж знаешь, как это бывает. Он решил диван продвинуть, и уже оп, второй этаж доделываешь. Сейчас в детской обои с розами поклеим, и будзе... Муа! Коля! Ты когда можешь приступить к работе? Да хоть завтра. Главное, чтобы троны не летали. Так, Коля, уключи кадрель. Дыра в МПВО. Я не буду расковать свою ж... Григорьев, ты не забывай, с кем ты разговариваешь. Горелый дача. Это дворец. Дворец, дача, какая у ж... Разница. Ну и иди ты, если тебя не устраивает двойной тариф. Коля! Бери мастерок плавки, мы в Сочи едем. В России взлетели цены на гробы. С чего бы это? Оптимист сказал бы, что это из-за роста доходов россиян. Но сами россияне говорят о своих доходах без оптимизма. 15 тысяч получаю. За квартиру заплачу и все. Из голода умирают, у меня дети. В нашем доме ходят и тряпки собирают, и, может быть, и еду собирают. Не знаю. А почему? Потому что нечем жить. А может, рост цен на гробы как-то связан с войной? Сегодня я узнал, что потери России в войне против Украины достигли уже 500 тысяч туловищ. То есть мы угробили всего-навсего каких-то полмиллиона человек. Я искренне считаю, что полмиллиона – это реально хуйня. И у нас тупор, мясо еще хоть отбавляй. Злые языки говорят, что средний срок жизни участника СВО составляет пару месяцев. Но есть и рекорды. На Урале похоронен самый молодой герой. 18 лет от роду. Только встал из-за парты и уже сам стал партой. Ситуация может усугубиться. Больше десятка западных стран разрешили Украине бить своим оружием агрессора на его территории. Дорогие белгородцы, как вы знаете, с территории вашего уютного города мы уже более двух лет бомбим Харьков и Харьковскую область. Но, как вы уже, наверное, слышали, украинцам дали добро на то, чтобы ху***ть в ответ баллистикой. Что же это означает для вас и вашего прекрасного города? Не буду ходить вокруг да около, а скажу прямо. Вам пи***а, но вы там, если что, держитесь. И, пожалуйста, не забывайте поддерживать нашу власть во всех ее оху***ных решениях. Даже старый путинский дружбан Трамп пообещал бомбить не только Белгород, но и Москву. Ой, что-то интересное едет впереди. Новый какой-то сарай. Штурмовой гараж. Новый министр нападения на собственное оружие, похоже, не очень надеется. Ему остается уповать на молитвы и иконы. Мы будем молиться за вас, дорогой Андрей Ремович. Мы верим, что Господь вразумит и укрепит вас. А вот благословение вам на труды хотел бы подарить этот старинный образ тикминской Божьей Матери. Защитнице рубежей России. Протеерей Артемий Владимиров оказался большим оптимистом, чем его шеф, патриарх Кирилл. Я посмотрел ролик про некого китайца, который участвовал в СВО, получил пулю в живот, развратившую все его внутренности. Он от этого умер и воскрес. Китаец, правда, оказался якутом. Ну, какая разница русскому попу. Если поставить процесс превращения двухсотых в зомби, то можно и другой мобилизации избежать. Кремлевская Рия отыскала еще одного воскресшего. Ну, со мной никто ничего не разговаривал на тот момент. И выходит, меня выстрелили в голову. Ну, расстреляли, я так понял. Стреляли в голову, но очевидно, что мозг не задет. Возможно, его там и не было. У соседей такие экземпляры десятилетиями руководят странами. Слушай, в 94-м меня расстреляли на восточной границе. Меня расстреляли, но я не сдался. Я шел до конца. Но в России участников СВО в элиту, вопреки завету Путина, не пускают. Именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. В праймере с «Единой Россией» ветеранов дружно прокатили. В других инстанциях их откровенно посылают. Мы столкнулись с откровенным хамством кабинетных начальников и чиновников, которые смотрят на нас, как на дождевых червей. И, как мне подсказывают коллеги, один из губернаторов вошел в положение просителей – Мартин Крам. Слушай, Жанночка, а, уже пришли. Ну, дай мне минуточку и впускай. О, наши герои. Вечер в хату. Ты что несешь? Здравия желаю, граждане начальники. Простите, господин губернатор. Ну, бойцы, рассказывайте. Когда Харьков возьмем? Мы по другому вопросу. Ну, выкладывайте. О, протезов нормальных нет. Выплат по инвалидности нет. Нас во всех инстанциях посылают. Смотрят на нас, как на говно. Это ужас какой-то. Господин губернатор, ну, сделайте что-нибудь с этой несправедливостью. Иначе нам придется обратиться. Во. Сейчас сами решим. Жанночка, пришли моих помощников. Срочно. О, начальство нас услышало. Как я уже и сказал, это ужас, недоразумение и ошибка, что вас отпустили из зоны СВО. Мальчики, тут у нас распространители фейков. Виталий Милонов продолжает выдавать инициативы по защите нравственности и духовности. Депутат разрабатывает инициативу, запрещающую женщинам ходить без нижнего белья. А к мужикам рыжеволосая бестия претензий не имеет. Не совсем понимаю концепцию нижнего белья, для чего оно нужно, поэтому я не ношу нижнее белье. Как будут проверять наличие трусов у дам? Будет ли создана специальная полиция нравов? Или обойдутся депутатскими проверками во главе с самим Милоновым? Пока неизвестно. Тем временем первая партия российских детей отправилась в лагеря Северной Кореи. Нет-нет, в пионерские лагеря. Ну, просто отправлять российских детишек в российские лагеря достаточно опасно. Они могут там устроить небольшую гойду. Видывают туля, матрасы, сетки воруют сзади 10-го корпуса. А вот некоторые взрослые так истосковались по пионерскому прошлому, что не ждут помощи корейских товарищей. Таких видео появляется все больше в Белоруссии и России. А что нас ждет в будущем? Вся власть парламенту? Нет! Вся власть президенту? Нет! Не понял, а кому? Царю! 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 Путину! Да! Я вам дам Путина! Так, стоять! Не двигаться! Начальник, все путем! А это что такое? Где это? А, это, это портрет Навального. Кажется, у нас сборище ваты. Не грубите! Чем вы тут занимаетесь? Таскуем по крепкой руке. Мазохисты? Еще какие? Еще! Стоять! Тихо, тихо! Я вам больше не буду. Демократическая революция освободила вас от диктатуры. А вы не просили. Недостаточно гнил в окопах? А я не гнил. Как откосил? Не косил я. Я тогда в Аликанде жил. А вам не стыдно? Неужели при Путине хорошо жилось? Хорошо. Наверное, в Мадриде жила. Поэтому и хорошо. Вообще-то не в Мадриде, а в Милане. А, так вас за поддержку войны депортировали? Да! Все за мной. В отделении. Мне кажется, самая безопасная страна России. Какой счастливый человек! Похоже, ничего кроме федеральных каналов не смотрит. Тем временем, ситуация на улицах российских городов уже напоминает 90-е, которыми так долго пугал электорат Кремль. Бойцы ЧВК вернулись и хотят свой кусок пирога в криминальном бизнесе. Власти реагируют оригинально. Вот ГИБДД переименовали в ГАИ. Осталось полицию снова обозвать милицией, а ФСБ, ВЧК, АГПУ или КГБ. И все будет хорошо. Мы откопали папку одного старого чекиста. Что-то еще? Есть такое. Тут из Дрездена вернулся этот. Что тут? Моль? Так точно. Спрашивал насчет дальнейшей работы. Да. Намекал на переезд в Москву. Однако... Что ему ответить? Скажи ему, что Москва подождет. У нас для него есть более ответственное задание. Будет искать суперважного агента ЦРУ. Но в Ленинграде. Под прикрытием. Замом директора интуриста? Нет. Таксистом. Товарищ генерал, разве в такси? Когда до него дойдет, что-нибудь еще придумаем. Ну и рожа. Путин наконец-то созрел к диалогу с Киевом. Только послушайте. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют страну. Контролируют территорию страны. А, нет, простите, это Путин не о Зеленском, он о талибах. Избранный 75% голосов президент Украины – это узурпатор и марионетка Вашингтона. А вот террористы, захватившие власть в Афганистане, вернувшие страну в средневековье – это нормальные мужики. Не перепутайте. В Татарстан завезли тысячу женщин из Африки. Они собирают иранские дроны, которыми будут бомбить Украину. И так выглядит строительство русского мира. Кто еще мог бы такое придумать, как не Владимир Владимирович? И разве не достоин этот великий стратег еще одной песни? Анатолий Чайковский Если вы включили новости на первом После на России, после на звезде И везде пометка, что эфир наш прерван На экране всем знакомый танец и лебедей И улыбка, без сомнения Вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас Если вдруг сомнения Закрадутся в душу Часто так бывает Кажется, с утра Вы в глаза соседу Поглядите лучше Лучше всяких слов Порою взгляды говорят И улыбка, без сомнения Вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас В этот день все выпьют Грамоток по двести Может быть по триста Кто-то целый день Как же не ответить Столь благие вести На экране всем знакомый Данец и лебедей И улыбка, без сомнения Вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас Послушали этого Чайковского Дождемся и того Не забывайте о лайках и комментариях Слава Украине Живи Беларусь Алга Казахстан Россия Ну вы знаете А вечерний шпиль уходит На традиционный летний перерыв Спасибо, что были с нами В этом сезоне Увидимся в сентябре Редактор субтитров А.Семкин